Приветствую, друзья! Сложно у меня сейчас работа, потому что я хочу показать вам картину. Но она не шедевр, конечно. Не шедевр, не шедевр, нет. Просто она хорошая. Вот смотрите. Значит, хорошая картина. Глазки какие, видишь. А самое главное там такая, как сегодня говорят, энергетика, а раньше говорили о баянии. Одни и те же вещи называют по-разному. Ну и так, видите, да? Вот. А теперь я вам покажу шедевр. Шедевр у меня стоит. Это та самая танцовщица, которую я дорисовываю. А теперь посмотрите, какая она. Это уже шедевр. Осталась только одна деталь. Щечка, видите? Я ее сделал в таком пограничном цвете, вроде волоса и вроде бы щека. И поэтому щека немножко кажется больше, чем нужно. Но если я здесь сделаю только один мазок, она сразу станет уже. И поэтому коллективный разум включаем. Скажите, так нормально? Или все-таки личико немножко сузить? Ну, мне достаточно один мазочек маленький сделать, потому что там зависит от того, как вы смотрите, так и видится. От света зависит. Ну, здесь свет не очень хороший, но через несколько дней будет хороший. Тогда я уже еще буду в законченном виде, судя вашим советом сделаю. Да, или так оставит. Называется танцовщица. А меня там спросили, а какой танец она танцует? Это звездный танец Берегини. Да, ну ладно. А сейчас я вам хочу сказать, что нам нужно, чтобы нам помогла Берегини. Потому что Бог помогает тому, кто старается сам. Итак. Значит, очень много существует методов, в том числе дыхательных техник, в том числе медитативных техник. Ну, очень много-много-много-много-много. Весь мир полон этими техниками с разными названиями. Я сейчас проведу вам, кто этого не знает, маленькую сессию. Консультацию. Бесплатный ликбез такой вот. Чтобы вы могли немедленно сейчас, как говорят, здесь и сейчас, прямо из острого стресса, у кого это есть. Ну, допустим, у вас на шкале стресса, у нас есть такая шкала стресса в школе Человек-будущих, амуфатурос. Вот ее изготовил Константин Михайлов, наш участник. Вот видите, здесь 10, это шторм. А здесь штиль. Это покой и безмятежность. Это смятение мыслей, это плохо, это может быть страх, паника, голова болеет, плохой сон ночью был. И ты в таком состоянии полного дисбаланса. Это дискомфорт. 10. Очень высоко. А это штиль, это состояние, которое бывает безмятежное. Состояние такое, когда вы отдыхаете душой. Когда в глубине души такой покой. В самой-самой глубине души покой. Да. И когда вот все проблемы, которые оказались буквально 5 минут назад, очень волнительные. Такое отношение безмятежное. Да. Ну, раньше люди для этого водку пили. Или пьют транквилизаторы, или там антидепрессанты. А я вам покажу методику. За одну минуту я вам покажу методику. Вы ее сейчас, кто хочет, может сделать. И потом пользуются ей всю жизнь. За одну минуту. Да. И потом я тут же покажу вторую методику. Она одна минута, две минуты, три минуты. В зависимости уже от вашего состояния. То есть вы сразу резко снимете стресс. И потом почувствуете, нужно вам еще больше снять или не нужно. И что и как делать. И вообще, чего вы хотите. И там, ну, говоря вот так, серьезными словами, самоидентификация происходит. Чего ты хочешь, как этого достичь. Кто ты есть. Ну, да, да. Потому что шаблоны снимаются. Страх снимается. Вместе со всеми стереотипами, которые он за собой тянет, с которыми он связан. И ты выходишь на состояние равновесия. И гармонии с собой, и с миром, когда видишь мир целостным. А не в узком, в зацикленном виде. Да. Вот таким образом. Да, это состояние отрешенности, безмятежности. И вы, если захочете, ну, сами продолжите. Я вам подскажу, как. Я подскажу, что после этого делать. Чтобы закрепить эти навыки. Чтобы вы могли потом всю жизнь пользоваться, когда вам нужно, в любое время, в любом месте. Чтобы могли за минуту снимать у себя стресс. Но я не хочу сейчас углубляться в то, что это еще открывает качества и способности творческие. Да. Поэтому я всегда начинаю с того, что я показываю какую-нибудь картину. Потому что никакой я не художник. Никогда я не думал, что я буду художником. Но дело в том, что мы все художники. Мы все поэты. Потому что когда мы... Поэты-то что, знаете? Человек, говорящий с вечностью. Да, и когда мы выходим из стресса, выходим в состояние контакта с этой бесконечностью, с вечностью, у нас пробуждаются, открываются наши таланты, наши способности и поэтические, и рисовательные, и какие хотите. Ну, конечно, кто-то более к этому склонен, кто-то более к этому. Потому что есть художники, которые графики. Да, есть вообще дольтоники. Ну, и мы не надо весь свет видеть. Они рисуют тем, что есть. И прекрасные картины рисуют. Потому что дело не в цвете, а в гармонии вот этих отношений. Итак, друзья. Сначала мы проверим шею. Пожалуйста, садитесь удобно. Не поднимая плеча. Спокойно, мягко поверните голову в одну сторону. И смотрите на противоположную стенку. А потом точно так же спокойно, мягко, максимально поверните голову в другую сторону. И смотрите на противоположную стенку. Сначала я измеряю шею. Как она у вас работает. И посмотрите на пальчик. Меньше поворачивается в одну сторону. Или на два, или на три. Проверьте. И вы будете понимать, почему часто у вас раздражительность. Почему плохой сон. Это одна из причин ее основных. Почему вы быстро нервничаете. Почему не можете быстро успокоиться. Потому что кровоток мозга нарушается из-за спавловой мыши. А то, что я сейчас покажу, одну минуту. Вы это снимаете. И выходите на состояние такого внутреннего глубокого покоя. Когда все позвоночки такие становятся на свои места. Потому что спазмы снимаются. И клетки мозга начинают получать питание. Обогащаются питательными веществами. Кислород пошел туда. Я вам попутно скажу о том, что у нас очень много людей, которые истощены. Они вот так истощены. И поэтому иногда даже не понимают, почему они раздражительны. Почему у них такая агрессия возникает. Почему они даже с детьми не могут нормально разговаривать. Все вызывает конфликт. Почему? Потому что этот человек очень истощен. Может быть он не досыпает. А может быть он очень давно находится, как говорится, ходит не в своих ботинках. А чужой размер, как говорится, натирает, болит. Трудно. Поэтому истощение. А может он все время борется с неопределенностью. Что завтра будет. Может у него коленка болит, и он каждый день страдает. Думает, что завтра будет. Может сердце у него, там, аритмия. Каждый раз он вспыхивает. Думает, друг умел. Друг умел. Да. И каждый раз вот он затрачивает энергию. И батарейка мозга, условно говоря, все время разряжается. Ко мне часто обращаются люди, говорят, у нас в семье непорядок, потому что мы все время не можем, ну, как-то жить в мире. Ну, я посмотрел на них и вижу. Я говорю, да вы же истощенные люди. Как вы можете жить в мире, если вся ваша энергия уходит на восстановление питания в клетках мозга? А вместо этого вам приходится пытаться думать, как помириться, там, какие слова найти. И вы еще раз напрягаетесь. Еще больше истощаетесь. А вам нужно недельку. Вообразите себе, что вы уехали в санаторий. Чтобы вы легче поняли механизм восстановления. Уехали в санаторий, только расслабились под солнышком. И тут вам звонок, начальник звонит и говорит, срочно прилетай на совещание. То есть вы, как, условно говоря, батарейку мозга поставили на смартфон. Нет, смартфон поставили на зарядку. А тут же выдернули. Ну, а как вы хотите, чтобы вы себя чувствовали? Ну, конечно, вы раздражительные. И не только, когда он вас вызвал. А вообще, каждый раз раздражаетесь. Каждый раз агрессия какая-то. Вы не можете найти общий язык. Даже с друзьями, с мамой, с папой, с дочкой, с сыном. Потому что вы истощенны. Вам надо поставить свой смартфон на зарядку. То есть побыть в санатории. Вот это санаторное состояние, это когда вы снимаете напряжение, допустим, 10 у вас, а вы снимаете до нуля. И у вас наступает за счет быстрого снятия напряжения. Запомните. Вот эта скорость, которая снимается напряжение, а у нас снимается за одну минуту. По ключу. По этому ключевому дыханию, которое я сейчас покажу. Когда вы дышите, как дышится, просто дышите, как дышится, но делаете кое-что, и через минуту у вас напряжение снижается. И у вас появляется состояние безмятежности. Вот здесь у вас включился санаторий мозга. Он начинает интенсивно накапливать заряд питания. Батарейка мозга заряжается, условно говоря. Гормональный баланс восстанавливается. Вот начало восстанавливаться, начало восстанавливаться. Если вы каждый день так делаете хотя бы 5 минут, в удобное для вас время, вы через недельки-две помолодеете. Будете бодрые, энергичные. У вас свет лица поменяется, глаза станут другие, лучистые. Кожа будет другая. И у женщин, и у мужчин. Потому что мышечные группы лучше работают. Шея освобождается. Потом проверите, больше будете поворачивать. Но сейчас не надо 2-3 раза проверять. Особенно у кого шея болит. Итак, проверили шею. Мягко. Не надо вот этими растяжками, затяжками заниматься. Вот эти вещи делать. Не надо. Это все ерунда, честно говоря. Просто люди там не знали, что можно проще сделать и приятнее сделать. И гораздо быстрее. Значит, вы еще раз давайте. Шею поворачиваем, голову поворачиваем. И смотрим на противоположную стенку. И поднимать плечо не надо. Вот так сидим, чтобы плечо не поднимать. И сюда поворачиваем. Да. Определили, насколько пальчик 2-3. Может у кого-то нормальный, слава богу. У кого-то здесь чувствуется зажатость. Вот у кого чувствуется зажатость 2-3 раза в день. По одной минуте. Руку на руку. Чтоб кисть была свободная. Подтолкнуть. Поискать пальцами свободными. Точкой. Вот эту подталкиваем, чтобы рука не напрягалась. То, о, вот здесь болит. Значит, здесь надо разминать. Или там. Около лопатки или около плеча. Три раза в день, по минутке. Разминать больные точки. Через неделю вы себя не узнаете. Кровоток наладится. Спать будете лучше. И так далее, и так далее, и так далее. Это маленькая часть. Теперь ключевое дыхание. Дышите, как дышится. Через нос. Дышите, как дышится. Думайте, о чем думается. Переживайте, о чем переживается. Не прогоняйте плохих мыслей. И нет никакой необходимости там задерживать дыхание, считать дыхание, вдохи-выдохи или форсировать дыхание. Нет никакой необходимости. Секрет в синхронизации. Тоб, чтобы действие совпадало с текущим состоянием. Ну, вот сейчас я вам покажу одну из форм, как это сделать. Кто не знает, вы сейчас засетите время и посмотрите, что будет через минуту. Да-да, засетите время и измерите. Возьмите вот эту виртуальную, так сказать, шкалу стресса, градусных напряжения. Вот это 10, это когда острое состояние. А 0, когда тише, благодать. Да-да, вот-вот-вот. Измерьте себе мысленно. Да. И через минуту тоже, когда я вам подскажу, вы измерите. И увидите разницу. Вот сейчас такое напряжение, да. А через минуту будет хорошо. Только послушайте. Что для этого нужно сделать? Думайте, о чем думается. Плохие мысли идут. Не прогоняйте их. Они сами исчезнут. Вы просто одну минуту просто прислушивайтесь. Комфорт. Комфорт, когда я к нему прислушиваюсь, а он вызывает расслабление. Хочешь, не хочешь. Это законы нейрокибернетики. Поэтому вы просто прислушивайтесь. А думайте, о чем думается. Переживайте, о чем переживается. Да, вы просто прислушивайтесь и определяете, у вас вдох теплее или выдох. Ну, кто-то сразу определяется. Он говорит, у меня выдох теплее. А другой говорит, я пока не определился. А третий говорит, у меня вдох теплее почему-то. А через полминуты он говорит, а почему-то у меня теперь выдох теплее. Так вот, вы наблюдаете за тем, вдох у вас теплее или выдох. Там может быть вообще 0, 0, 0, 0, 0, десятая градуса. Вы не заметите, какая даже разница. Самый главный процесс. Вы одну минуту наблюдаете, что теплее. Потому что, когда вы ищете тепло, у вас происходит расслабление автоматически. Вам не надо расслабляться. Охота за теплом, охота за комфортом уже вызывает комфортное состояние. Уже включает эту доминанту, развивает её. Поэтому, пожалуйста, время пошло. Давайте одну минуту прислушивайтесь. Что у вас теплее? Вдох или выдох? Больше ничего не надо делать, никаких стараний. Это идеальная методика. За минуту можно такой стресс снять, просто поразит. Вы потом не удивляйтесь. Давайте. Кто захочет потом сделать, пожалуйста, потом сделайте. Смотрите наши ликбезы. Вот у нас много роликов на канале. Это для новичка говорят. Там надо найти много роликов. Там много темы. Там и философия, и искусство, и спорт. Там и медицина, и физиология, и кибернетика. Там много всего разного. И совместное создание науки человечности из многих стран мира участники у нас. Думайте, о чём думается. Ищите у вас теплее вдох или выдох. Ну, немножко осталось. Ну, уже немножко. Так быстро, понимаете. Это так быстро, потому что, когда вы ищете тепло... Хочешь, не хочешь, у вас возникает тепло. Когда вы ищете тепло, хочешь, не хочешь, вы думаете о комфорте. К комфорте тепло связано. А тепло и расслабление тоже связано. Поэтому, когда вы ищете тепло в момент вдоха или выдоха, а попытаетесь определить, где оно, вы невольно охотник за теплом, за комфортом. И вы невольно, невольно автоматически расслабляетесь. Для этого не надо никаких усилий делать. Это само происходит естественным образом. Я вам дал точку опора, понимаете. Просто наблюдайте, теплее вдох или выдох, и всё. А сами думайте, о чём хотите. Ну, вот и хорошо. А теперь измеряйте на шкале стресса. Сколько было, сколько стало. Ну, расскажите у меня. Там напишите в комментах, у кого поднялась, может быть, у кого понизилась. Напишите, напишите. Потом, не сейчас. Потому что после этого ключевого дыхания есть момент после действия. Полминутки-минутку. Вы сделали ключевое дыхание, и потом вот так сели, отпустили себя как-то думать, о чём думается, рассеянным взглядом. Пустили мысли на самотёк. И тогда наступает уже после действия. Это эффект ещё больше. Ещё больше эффект. Это как-то всё освобождается. И люди часто говорят, легче стало. Легче как-то стало. Как-то свободнее стало. Как-то вот эти спазмики прошли. Да. А теперь второй метод. Это приём из ключа, который называется волна. Гармонизирующая волна. Это просто отпускаешь себя вот так, и поехали. Поехали. И то же время я засёк. Вы запомнили на индикаторе, сколько у вас сейчас. И поехали. И просто сидишь и вот так раскачиваешься, как тебе приятно. По зелёной зоне. Зелёная зона – это критерии максимальной комфортности. Это делаешь не так, как правильно, а делаешь так, как тебе приятно. Тут правильно в приятности. Нас никогда не учили искать так, что тебе приятно. Нас всегда учили преодолевать. Но для этого нужны силы. А вы сейчас накапливаете силы, чтобы в жизни преодолевать. То есть вы сейчас как бы в мозговом санатории. Это временное событие. Это событие называется восстановление. Реабилитация. Да, вместе с реабилитацией там происходит регенерация. Клеточек там и кровяных, там и лимфатических узлах. Там изменения происходят, там много чего происходит. Я вот таким способом, этой волной, вывел из ковидного состояния сотню людей. Просто делайте вот так вот и всё. И вы вспомните через минуту, что вы сами так делали. Только не обращали, может быть, на это внимания. Потому что все приёмы ключа построены на инстинктивных действиях человека. Который сам их всегда делает. Только он делает это неосознанно. Когда он хочет успокоиться, он иногда вяжет. Иногда так барабанит по столу пальцами. Иногда ходит туда-сюда по комнате. Качает ногой. Чешет голову. Что там ещё? Покачивается в кресле. Что он ещё делает? Какие-то повторяемые движения делает. Болитву читает. Мантры произносит. Это всё снимает напряжение, конечно. И природа так устроена. Да, вы сейчас вспомните, вспомните. И вот когда бегун, например, бежит. И вошёл в ритм бега. И он бежит на автомате. И там у него голова освобождается. Дело не в беге. И не в дыхании. А в синхронизации. То есть, когда вы выходите на автоколебание. Из колебаний. А чтобы выйти на автоколебание. То есть, на автоматический бег. А здесь на покачивание. Это одно и то же. Только в разных формах. То же самое, когда человек плывёт. Когда он вошёл в ритм. Он может быть бесконечным. Или когда гребёт на байдарке. Или когда на коне скачет. Какой-то ритм вошёл. И может пилить и пилить. Войти в ритм нужно. Чтобы войти в ритм. Надо не думать о том, чтобы войти в ритм. А думать надо о том, о чём думается. А тело пустить на самотёк. И мысли на самотёк. И две свободы. Когда соединяются. Свобода психических процессов. И свобода телесных. Происходит согласование. Психических, физиологических процессов. И возникает целостность. А целостность в переводе. Это здоровье. Возникает целостность. Да. Ну и вот так. Качаешься. Качаешься себе. Думаешь, о чём думается. Покачиваешься. Отпускаешь себя в зелёную зону. То есть именно так идёт. Или по восьмёрке. Или по кругу. Или вперёд-назад. А там мне один парень говорит. Ой, а я нашёл. Мне вот так удобно. Делай так. Да. Ищите, как вам приятнее. Ключ – это не шаблон. Ключ – это как раз таки принципы подбора индивидуальных действий по критерию максимальной комфортности. Поэтому таких людей в мире нет, которым Ключин помогает. Почему? Не помогает один приём, ты по этому критерию берёшь другой. И знаешь, как это сделать. Ну как это может не помочь? Просто ищи то, что тебе приятнее. И всё. Сам процесс поиска, то, что тебе приятно, развивает творческое мышление. Потом в любом деле вы будете легче решать вопросы. Да, в любом деле. Хоть в магазине купить что-то, да быстрее будете соображать. Хоть от машины отпрыгнуть какой-то, которая неожиданно вышла на полосу. В любом деле вы будете быстрее, активнее, динамичнее. И тонус у вас будет легче включаться, и быстрее вы будете расслабляться, и быстрее вы будете переключаться. И лучше засыпать, и лучше просыпаться. И чувствовать себя с утра лучше. Как в детстве. Как в детстве, когда набегаешься на зацелый день на свежем воздухе, ляжешь в свою кроватку в детстве, укроешься тёплым одеялом, и засыпаешь детским, младенческим, богатырским сном. И спишь до самого утра. А утром посыпаешься, и целый день тебе впереди представляется большим и интересным. Тебя ждут великие дела. Ну, вспомните детство. А когда делаете вот это, если вдруг слёзы пойдут, надо плакать. Это разгрузка. Если хочется вот так дрожать, дрожать. Если хочется руки потирать, руки потирать. Это всё реакции организма восстановительные, которые начинаются, когда вы снимаете стресс. Просто некоторые не знают об этом, что когда девочка перед экзаменом нервничает, дрожит, это реакция помогающая. Она начинает вместо того, чтобы дать волю, подражать, потрястись, и она освободится. Она вместо этого начинает бороться с собой. И напряжение ещё больше растёт. Но сейчас я не буду об этом рассказывать. Я на своих роликах достаточно много рассказывал. И участники нашей школы делятся опытом, рассказывают. Так что выходите у нас на бесплатные ликбезы, и на вебинары выходите, и много чего узнаете. Да, и будете удивлены, что это так просто, поэтому это в голову и не приходило. Итак, делайте вот эту волну. Сколько надо делать, сколько хочется. Естественно, если человек недоспавший, то как только он начал снимать у себя стресс, у него появляется сонливость. Естественно, если у человека на душе было тяжело, много напряжения, естественно, может, она начинает плакать. И надо делать то, что хочется в этот момент. Надо отпустить себя. Надо плакать, если хочется, стонать, если хочется, зевать, если хочется, потягиваться, если хочется, если хочется добавить другие движения какие-то, добавить, пожалуйста, орать хочется, орите, дверь закройте, чтобы соседи не слышали, а то подумают, что вы чокнуты. А вы просто восстанавливаетесь. Чтобы восстановиться, надо быть как ребенок. Даже взрослые мужики, такие большие, здоровые, силачи, я знаю, когда они простуженные или когда чем-то заболели, становятся как дети. Да, как дети, капризные такие. Ну, почему? Потому что снижается уровень энергозатрат. Потому что, чтобы улыбаться, надо много сил. Нормальный человек здоровый, он улыбается без всяких напряжений. А больной человек, у него силы все уходят на выздоровление, и поэтому дополнительных сил, чтобы еще кому-то улыбаться, у него нет. И когда ему приходится улыбаться, он напрягается. И поэтому мама, например, которая мне пожаловалась, я, говорит, со своей дочкой не могу найти общий язык. Я говорю, вот всю, что она не делает, мне не нравится. Меня раздражает, говорит. Я говорю, ты, наверное, спишь плохо. Да, говорит, я уже несколько лет. Ну, так а что ж ты удивляешься? Это тебе не дочка раздражает, ни в коем случае. Ты ее любишь. Это у тебя состояние истощения. Хронического истощения. Ну, как ты хочешь себя чувствовать, через столько лет не спишь нормально? Ну, конечно, ну, понятно. Она сразу со мной согласилась. Ну, и дочка рядом сидела, да, и говорит, да, да, я же знаю, она истощенная. Я говорю, маме, маме, ты отдохни. А мама говорит, как ему отдохнуть, когда мне вам надо кушать, варить? И начинается замкнутый круг. У нее обязанность, если надо утром рано встать, мужа и детей накормить, и на работу побежать, и все успеть сделать, когда она будет хорошо спать. Короче говоря, чтобы развязать этот гордий узел, нам и нужен ключевое дыхание, а есть вот эта волна нужная. Кручевое дыхание одну минуту, и волна столько минут, сколько вы хотите. Это вы и так всегда делаете, вы просто не обращали на это внимания. Когда человек молится, он тоже так делает. Да, когда человек задумывается, он тоже иногда так делает. Или ногой качает, или пальцами стучит. Он делает это повторяемое движение. Делайте, как вам приятно. Самое главное, помните, помните, что делать надо правильно то и как. Правильно для восстановления, это так, как приятнее вам. Вот как правильнее, а не как вам кто-то учит там и говорит, руку так держи, или руку так держи. Это неправильно. Это ему правильно. Это ему соответствует. А вам нужно подобрать. Потому что вы же не он. А ему кажется, что то, что ему соответствует, всем соответствует. Ну как это может быть? Вот смотрите, Амосов, например, великий хирург в Киеве. Я его очень люблю и почитаю. Очень, очень. Он прав. Он такой молодец был. Но он думал, что когда он предлагает людям все время делать физкультуру, иногда предлагал до 100 раз, до 200 раз делать всякие упражнения. Ну не все так могут. Он не знал об этом. Те, которые входят в ритм, могут и тысячу раз делать. А те, которые не входят в ритм, им тяжело эти 100 раз делать. Или 200 раз. Вот же в чем дело. Амосов просто не знал. И когда он предлагал, ну все знают систему Амосова, ну мало же кто делает. Потому что не все в ритм быстро так ходят, как он сам. А он легко входил. И поэтому авторы методов, они предлагают другим делать так, как он. Ну а потом только догадаются, что не все же, как он. У кого спина болит, у кого там шея зажата. Да, вот у нас тоже есть левитационные приемы. Один человек сразу раз, представит, что руки пошли. А они, ой, пошли, пошли, пошли. И он говорит, чудо какое! Как это так? Я подумал только, они пошли, они пошли. У здорового человека всегда так получится. Захочет он, чтобы рука пошла, и рука пойдет. Он просто может не знает об этом. А вот человек с деформациями, он пробует, а у него плечо болит. Конкурент сигнал. Поэтому надо найти положение, когда нету. Когда коридор есть. И он там найдет, и рука пойдет. Но процесс вот этот поиска, он как раз таки и снимает напряжение. Но мы сейчас левитационные движения не будем делать. Я вам просто показываю еще раз. Индикатор напряжения. Я вам еще раз показал. Ключевое дыхание. Что там нет ничего сложного. Надо просто прислушаться, теплее вдох или выдох. И не важно. Нашли, не нашли. И сам процесс прислушивания, это охота за легкостью, за комфортом. Потому что тепло это комфорт, а комфорт это расслабление. Так мозг наш работает. Поняли меня, да? В следующий раз я еще расскажу, а что делать, если вы нашли это состояние, как часто надо этим пользоваться, какие проблемы можно решать, очень много проблем можно решать с помощью этого состояния. Да, вы удивитесь. Такие задачи можно решать, которые у вас раньше не решались. Ну ладно, до встречи, друзья. Итак, на следующем ролике дальше продолжим. Вы в комментах там вопросы напишите. Я же отвечаю на ваши вопросы сегодня вечером, стою вот такой. Я же считаю, что вы мне пишете, и я стараюсь на них ответить. Заходите на наш сайт Стрессу, на сайт Хасай.ру. Посмотрите, там много чего интересного. Всем привет нашим участникам школы Человек будущего Homo Futurus, школы, которой я горжусь. Да, с Киселевой мы снова скоро будем общаться. Всем понравилось. Да, я очень рад. Я очень рад. Но я прошу тех, которые случайно туда заходят на фамилию Киселева, чтобы они, по крайней мере, бы понимали, что это не интервью. У нас не канал журналистов. У нас развивательный канал. Не развлекательный, а развивательный. Посмотрите в описании под роликами у нас на канале, что там написано. Что такое школа Человек будущего Homo Futurus, ради чего она создана, в чём её миссия, что её миссия сокращения кризиса в войне на планете и развития творческого долголетия. Да, и озарение по заказу. Ну, у нас много методик. Ладно. До встречи, друзья. До встречи. А куда же здесь нажать? Вот она. Нажал. Продолжение следует... Рассcoff. Рассcoff.